У меня сосед сделал скважину, поставил счётчик, специальный отдельный счётчик старый. Получается куб рубль. Если даже накрутить 500%, то этот куб будет стоить 6 рублей. Жители села Подсосинки решили бороться с высокими ценами на некачественную воду. Они устали от того, что из крана течёт рыжая или чёрная вода, платить за которую приходится 51 рубль за кубометр. А это в полтора раза больше, чем горожане платят за чистую питьевую. Я просто раньше в пожарной охране работал. Если машина перекачивает куб воды пожарный с двигателем внутреннего сгорания, получается цена куба, я посчитал просто, я всё знаю по таблице, получается 11 рублей. А тут электронасосом и получается 50 рублей. А тут я вообще не понимаю. На недавнем собрании глава Наталинского МО Александр Никеев, а также руководитель водоснабжающей организации коммунальной службы НМО Сергей Киреев заверяли, что тарифы устанавливают не они и что пока исправить ситуацию нет возможности. МО, средств не хватает на реконструкцию сетей водоснабжения. Я почему сейчас вот за башню, чтобы там башню поставить, но мне надо ещё и экономическое обоснование делать, чтобы потом люди не пришли надзорно и не сказали, ты чё, там уже закопали столько-то, а ты ещё туда башню поставить миллион, а ты ещё. Но с другой стороны, вот я логически понимаю, если мы поставим башню, то мы уберём четверых людей с зарплатой. Это, грубо говоря, 400 в год, 400-500 тысяч рублей, по 10 тысяч, если им платить, сутки через трое. То есть экономии есть? Есть. Вот там никто не хочет на насосной работать. Но они там сделали зарплату этим рабочим, маленькую, и там никто не стал работать на насосы. Надо было им поднять зарплату, и люди бы там работали. А между тем, как озвучил Сергей Киреев, потребляют воду жители подсосинок в приличных объёмах, поскольку её используют и в хозяйственных нуждах, и для полива. В июне месяцу нами было подано 12 тысяч кубометров воды, что составляет в среднем 15 кубических метров на одного человека, или 28 метров на абонента. Итого за месяц в рублях – это 612 тысяч, а за пять тёплых месяцев, когда сельчане активно используют воду, выручка составляет примерно 3 миллиона рублей. Вполне можно и водонапорную башню, и скважину привести в порядок, а может, и посерьёзнее работы затеять. Пускай они проложат новый водопровод, здесь 5 километров до города, а то и того меньше, напрямую. Это, наверное, ещё меньше. Ещё меньше. Что-то равно собрание, не на этом. Такое предложение делали, допустим, в главе администрации? Говорят, денег нет у него. Наш канал поднимал эту тему на планёрке в администрации БМР, и на проблему отреагировал секретарь Балаковского отделения партии «Единая Россия» Роман Ирисов. Он встретился с сельчанами и попытался разобраться в вопросе. Первое. Почему именно эта компания, а не какая другая? Почему так дорого? Если так дорого, то за что платим? То есть расписать, какие деньги, это ваши деньги, на самом деле. Ваши деньги, которые идут. Вы вправе знать, на что эти деньги расходятся. Потому что тарифы заложены по строчкам, каждая копейка должна быть разложена. Жители Подсосинок рассказывают, что им не удаётся найти ответственного за подачу некачественной воды, как говорится, Иван Киваит на Петра, а Пётр на Ивана. Почему? У вас в концессии находится это? Нет. В концессии? В чём? Почему вы управляете водопроводом на данный момент? В договоре. По договору. Почему вы проводили аукцион, тендер? А в тот момент, когда у меня договор, тогда существовала эта форма заключения отношений. Всё, я понял. Я говорю о том, что если вы неэффективны, как коммерческая организация, значит, должны прийти более эффективные люди. Вы приехали в администрацию, и люди, которые коммерческая фирма, она сидит прямо в администрации, да? В воду, которая у вас служит. Да, да, да. И они подчиняются всем признакам непосредственно Анигееву, да? Да. А почему бы им и не заседать, собственно, в одном кабинете, если и администрация Наталинского и частные организации находятся в одном здании? Да-да, по адресу села Наталина, улица Карла Маркса, 4А, зарегистрирована фирма, директором и учредителем которой является вышеупомянутый Сергей Киреев. При этом на официальном сайте торги.gov.ru информации о передаче муниципального имущества данной организации отсутствует. А вообще Сергей Иванович руководит четырьмя организациями, которые обслуживают всю коммуналку Наталинского МОО – от воды, содержания дорог и до поставки сена. Две организации – Наталинские коммунальные сети и коммунальная служба НМО – в своем названии заранее утверждают, что осуществляют свою деятельность на территории Наталинского МОО. Такая уверенность в получении контрактов именно этого муниципального образования наводит на мысль о наличии связи между коммерческими организациями и администрацией Наталинского МОО. Через него и в дом, и на полив у меня идет вода, через один счетчик. Но это может без штанов остаться. Это набегает там, я не знаю, сколько. Насколько в месяц примерно? Больше тысячи рублей? Больше тысячи рублей, тысячи полторы, оно получается прям. Ну я полторы тысячи, в том месяце я заплатила полторы тысячи. Учитывая, что сумма такая большая, здесь у вас такое должно быть качество воды и потребления. Все эти подозрения и свои претензии по поводу качества воды и заинтересованности местной власти работать именно с вышеуказанными организациями, жители села Подсосеньки изложили в письме. Адресовали обращение, под которым подписались более 50 человек, прокурору города Балакова Дмитрию Сернову. Кроме этого, еще один экземпляр письма отправили депутату Государственной Думы Николаю Панкову. А между тем, первая реакция на сбор подписей уже имеется. Тариф по сообщениям сельчан собираются снижать до 46 рублей.